Невзоровские среды Он же еще имеет много всяких наименований Завтра здесь дилетантские чтения Если не ошибаюсь Тут будет Соловей Футуролог Футуролог Не тот, который производитель Соловьиного дерьма А совершенно другой И очень здравый Валерий Соловей Валерий Соловей Что касается моих лекций в Америке Про них уже все знают Я начну с того, что есть Одна прекрасная, чарующая Я бы сказал новость Есть в Петербурге школа В Московском районе Она называется странным словом Берегиня И вот милые дети В этой школе наконец довели Училку до такого состояния Что она взяла фломастер И на лбу у ученика Написала слово дурак Они сами рисовали фломастер Да, они сами Четно себе рисовали И довели, значит, эту училку Понятное дело Там начался кипиш Демонстрация Громкое мычание Педагогов и общественности Взаимное мычание Кто кого перемычит Непонятно Но сама Педагогиня Я думаю Создала прекрасный прецедент Я считаю Что вот эту Ольгу Алферову Так зовут Учительница Необходимо отправить Например В Госдуму На пару месяцев И оформить ее На постоянных началах Там, чтобы у нее Было штатное место Пусть она ходит По рядам И пишет Лбов там предостаточно И Я думаю Что она станет Скажем так Одним из самых Популярных людей В стране Албы там все будут Подставлять Достаточно покорно Александр Ильич Простите А то только одно слово Она может там писать Или вы думаете Есть разные номинования На одном лбе Вот это напишет На другом иное Возможно Но тут сейчас Ей будут пытаться Помешать Потому что Как вы знаете Вдруг Госдума Протянула Свои Значит Интеллектуальные Щупальца К искусственному Интеллекту Да У меня даже цитатка есть Она узнала про существование Да Да Она очень оживилась Наступил Необычайный Ажиотаж Но в известном Смысле Это шанс Конечно Если Госдума Удастся подключить Хоть к какому Нибудь интеллекту То зрелище Будет совершенно Чарующим И я представляю Себе Как будут выглядеть Выступления Депутатов Подключенные К искусственному Интеллекту Подожди Они могут Вставать И обращаться К Володину Напрямую Мне нужна Твоя одежда И мотоцикл Да А Володин В ответ Голосом Сири Будет отвечать Какими-нибудь Формулами Рекурсивной Функции И вообще Наконец Государственная Дума Будет Обезврежена Очень жалко Что конечно Искусственный Интеллект Во многом Это такой Фейк И вот Хорошо Что эти Фейки Под названием Государственная Дума И искусственный Интеллект Встретились Нашли Друг друга Вместе Им будет Хорошо Александр Глебович Ну почему Фейк Вот я Недавно Читал Один Мужик Из Гугла Который Занимается Как раз Футурологией Он пишет О том Что искусственный Интеллект Это дело Ближайших 20-30 лет Вроде в Гугле Обычно Овные мужики Никаку Во-первых Есть приемы Против Гугля Во-вторых Обычно Все эти Рассуждения Основаны На глубочайшем Незнании Физиологии Мозга Потому что Просто создать Набор Нового Сильного Программного Обеспечения Для разных Функций Это одно Другое дело Претендовать На какие-то Глобальные роли И вот тут Я думаю Непреодолимым Препятствием Будут как раз Особенности Нашего С вами Мозга Но тем не менее Хорошо Что вот На данный момент Все равно Это фейк Который просто Может быть Дело в очень Громком Пафосном И не отвечающем Смыслу названия Но купиться На этот фейк Сейчас могла Вот только Та публика Которая объявляет ГМО Вселенским злом Которая собирается Руководить Полетом Пчел Судя по Ее же заявлениям Поэтому Очень хорошо Что они Друг друга Нашли Хотя вот Все не так Безоблачно И не все Так радостно Потому что Понятно Что попытка Подключать Например К поклонской Любой интеллект Закончится Полным провалом Что все Перегорит Рассыпется Драйверы Будут Мироточить Во всем Во всем мире У людей У людей В руках Поплавится И растрескаются Айфоны Она победит Любой интеллект Хоть искусственный Хоть естественный Потому что Вот на днях Девушка сообщила Что она на днях Беседовала Имела секретный разговор С Николаем Кровавым Айфанглия Это сатирический сайт Где это написали Больше никто Никто этого не пишет Она это подтвердила В эфире Я это сам слышал И опять-таки Тут нет никакой Психиатрии Я вот хочу Чтобы вы Наконец Все это поняли Конечно Можно Об этом говорить В каких-то Клинических терминах Но это будет Предельно Грубо И предельно Некорректно Дело в том Что Вся история Церкви Состоит Именно из таких бесед Бесед с невидимыми существами С духами С давно отошедшими В полное небытие Биологической И физической сущности Вроде это молитва называется Да Совершенно верно Это их практика Еще были видения Это отдельная история Знаете кто покровитель В католическом мире Телевидение Святая Клэр Да знаю конечно Которая видела Как Христос служил мессу Все нормально Ну вот поймите Вы должны понять Что если считать Интимные беседы Депутатша С расстрелянным Или не расстрелянным А благополучно Умершим в Аргентине С самодержцем С сумасшествием То все христианство Надо маркировать Как шизофрению И вряд ли Кстати Кирюш С этим согласится И обвинение В сумасшествии Совершенно несправедливо Вы так всех христиан Запишите просто в психе Им это полагается Им полагается Слышать голоса Им полагается Видеть сияющие Галлюцинации Это норма Религиозности Конечно Это все можно Отмаркировать С точки зрения Клинической психиатрии Но Александр Глебович Скажите А чувства верующих Они отличаются От чувств неверующих У них какие-то Другая система Чувствования Я могу Оль Дать совершенно Неожиданный ответ Да Действительно Чувства верующих В реальности Существуют И они реально Отличаются От ваших чувств Мы не будем Физиологические реакции Людей Которые сообщали Что они были Похищены Инопланетянами Они проверяли Естественно Электропроводность Кожи Изменяющуюся Сердцебиение Пульс Другие Физиологические Функции Когда Этим людям Утверждавшим Что они Были Похищены Инопланетянами Напоминали Обстоятельства Их похищения Или показывали Страшные Картинки С глазастыми Зелеными Существами Так я вам Могу сказать Что у этих Людей Действительно Происходили Физиологические Реакции Совершенно Равноценные Тем Физиологическим Реакциям Которые Бывают Например У жертв Побоев Изнасилования ДТП Когда им Напоминают Об этом То есть Для этих Людей Эти все Ощущения Совершенно Реальны И реалистичны Вероятно Такая же История С христианами Другое дело Что понятное Дело Что подобного Рода Чувства Не очень Заслуживают Уважения Потому что Мы понимаем Их искусственную Природу Мы понимаем Подождите Они же Отличаются Или нет В результате Физиологически Они дают Картину Реальных Переживаний И реальных Ощущений То есть У них изменяется И пульс У них изменяется И электропроводность Кожи У них изменяется Еще примерно 6 или 8 Физиологических Параметров И мы понимаем Что для этих Людей Их ощущения Являются Подлинными Другое дело Что это конечно Глубоко Искусственные Наученные Вещи Потому что Мы неплохо знаем Как бы Фиксированную Историю Нашего вида И понимаем Что сообщения Об инопланетянах И уверенность В том Что они могли быть похищены И вообще Что эти Инопланетяне Злодействуют На земле Появились Синхронно С появлением Фантастических Фильмов И романов До начала 20 века Никто не рассказывал О том Что он был похищен Инопланетянами И ни одна Летопись Ни один Хронограф Не содержит Ну тогда рассказывали Как русалки И сирены Совершенно верно Потому что Тогда царствовала Та мифология Как только в моду Вошло это И это стало Доминантным Тогда тут же Появились И с христианами Понятно что Конечно же Та же самая Поклонская Которую сейчас Обвиняют Черт знает в чем Хотя ее Обвинять нельзя Ну что она Очень Она абсолютно Безграмотная Очень Ну скажем так Неумная девочка Очень внушаемая Попавшая Под влияние Секты Ее Секты Вот этих Церебожников Да Понятное дело Что ее надо Жалеть и спасать А совсем не Набрасываться На нее А может лечить Я не знаю Вот я не психиатр И не могу Здесь определять Я только могу Сказать что Действительно Влияние Секты Любой Оно Чрезвычайно Сильное И под этим Влиянием Человек способен На Безумные Поступки Александр Глебович А вот Раз вы говорите Про Вот эти чувства А чувства Каннибалов Подождите Мы еще К этому Мы Очень 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 К этому Пройдем Я хочу Вам просто Объяснить Что Конечно С учетом Того Что любая Религиозность Набор условных Рефлексов То есть Нечто Приобретаемое Конечно Если ту же Самую Поклонскую Вырастет В совершенно Иной Среде То это будет Совершенно Иной Человек Может быть Свободный От Радикализма Скажем так Заглядов Но этот радикализм Может быть Каким угодно Она может быть Сторонницей Шаманизма Культа Вуду И так далее И в общем Надо Поклонскую Как-то Вручать Но я хотел бы Поговорить о памятнике Об этой скандальной Я прошу прощения Если завершить Историю С чувствами Верующих Как вы считаете Ну ведь вы тоже Согласны с тем Что существует Эффект плацебо Да И соответственно Существует Чувство верующих Вот на физиологическом уровне Как вы объясняете Значит ли Это не я объясняю Это подтверждается Экспериментально Но Как вы нам рассказали Подчеркиваю Подчеркиваю Что Эти чувства Это чувства Искусственные Сознанные Это возможно За определенных чувств Нет Их не нужно защищать Их просто не нужно Развивать Для того Чтобы у этих людей Не было проблем С мироощущением В том жестоком И в том Вероятно Я надеюсь Бездуховном мире В котором им придется жить А чувства людей Которые не испытывают При соприкосновении С произведениями Искусства С живописью Литературой Ну они же Не навязывают Свой взгляд Эти люди Если вы намекаете Сейчас на меня Я сейчас хотел бы Все таки Прикоснуться вопроса Памятника И поставить То есть искусство Конечно Да конечно Вот тут надо Наконец разрубить Гордий Фугу Узел Надо вероятно Отлить голову Хуга Шмайсера И просто приставить Ее к имеющемуся Памятнику И все вопросы Навсегда тем самым Будут сняты Но вообще Давайте обратим Внимание на то Что это очередной Провал Мединского И хорошо бы Чтобы эта питерская Учительница Все таки съездила бы И к министру культуры Тоже Причем с большим Фломастером А у него Смотрите Конечно У него сплошные провалы Что с этими Панфиловцами Да Которые полностью Потерпели фиаско В прокате Провалились Это такая же Такая же Гигантская проблема С этой Матильдой Которую он взбудоражил И взбеленил Всю страну Ведь это тоже Чистая 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 Уже ненужного И эта башенка Самый главный Бахшмайтеры Мы не знаем Но вообще Лучше бы Лучше бы они Все таки Баловались Чем-нибудь Другим Можно ставить Этого персонажа Еврейских сказок Но лучше бы он Например поставил В расчете На будущее На снятие Все таки Санкции Он бы поставил Например Гигантскую Скульптуру Мауса Освободителя Представьте себе Микки Маус С сыром В каске В плаще Держит русского Ребенка Которого он спас Которого он спас От пытки Поддельным сыром Так называемым Фермерским Российским И это было бы Действительно Если бы там Церетели Где-нибудь На заднем дворе В расчете На будущее Клепал бы Такой монумент То поверьте Это было бы Очень Очень кассовым И интересным А вообще Лучше всего Конечно Ценны будут Те памятники Которые в реальности Изображают время Я удивляюсь Почему никто Из них Не догадался Сделать Хороший памятник Взятки Во-первых Это очень просто Это надо просто Сложить Ту кучу Банкнот Но еще И приложить Возможно Какую-то Скульпторскую Смекалку Потому что Сейчас Отличилось На сей раз Министерство Обороны С якобы Рекордной Взяткой В 386 Миллионов Но МВД МВД пока Лидирует Мы знаем Что у них Есть Абсолютный Абсолютно Приоритетное По Полковнику Захарченко И там Все-таки Взятка Гораздо Больше Но можно Каждое Министерство Может Ставить Памятник Тем взяткам Которые Она получает Собственно Ручно И украсить Это все Гарнировать Колбасками И вином Чтобы уже Совсем Залакировать Ну Еще Хрустальными Погонами Я думаю Туда же Росгвардия Хрустальные Погоны За что Приписали ФСБ ФСБ Все-таки На такую Безвкусицу Абсолютно Росгвардия Росгвардия Официально Даже Комментарий Повелся Древняя Традиция Нет Вообще Судьба Памятников Печальна И На днях Я тут Прочел Про то Что Даже Могилу Кутузова В Казанском Соборе И то Которые Ею Руководят Рулят Попы Там Всякие Французские Знамена С нее Содраны Они Истлели Просто Из-за Ладана Это мы знаем Эти разговоры Про то Что они Истлели Но В общем Так или иначе Могила Кутузова Попевизируется Но В этом Ничего Печального Нет Потому Что В общем Он Как бы Так Победоносно Проиграл 1812 Года Или Выиграл Ее Использовав Как бы Уникальный Инструмент Страх Перед Наполеоном В общем Не Кутузов Выиграл Войну А проиграл Наполеон Просто По своей Исключительной Глупости Но Мы видим Что Вот Как бы Впечатление От человека Оно Очень часто Бывает Бывает Ошибочным И Нас Нас Сейчас Ждет Явление Еще одной Очень крупной Фигуры Оль Вы хотели Об этом Поговорить Хотели поговорить О том Что О том Что Наконец Ран Получила Нового Президента Ну Чисто Ваша Тема Уж Простите Вы Все время С науки Обращаетесь Тут К вам Физик Специально Просто Ваш Любимец Да Совершенно верно И вроде Он очень красиво Говорит И вроде Он действительно Даже физик Но Кстати Говоря И Фортов Тоже Был Не литературовед Тем Не менее Литература Эда Пошли Застрелились Обидели И хвостика Отставил Да Пока Нынешний президент Новый президент Ран Говорит Очень красивые вещи Это все Очень интересно Но посмотрим Пройдет ли он Универсальный тест Да Есть некий тест На вменяемость При том Что как я понимаю Доски В свободной продаже Гвозди Тоже находятся В свободной продаже Ничто Вроде бы Не препятствует Пойти И заколотить Гвоздями И досками Кафедру теологии В МИФИ Это самый лучший Тест Да Совершенно верно Это самый лучший Тест на вменяемость Который только может быть Вот посмотрим Что он запроплектовать Потому что Это лучший тест На верность науке И на адекватность мышления Более того Его положение Позволяет ему Это сделать На данный момент Если Путин его утвердит Путин я думаю Его утвердит Потому что Путин С большим Пиететом Относится К решениям Академии У него Как бы Под словами Академия Закодирована Еще другая Не та Беспомощная Аморфная Трусливая Организация Которая есть На данный момент А еще та Академия наук Которая Присутствует Только в воображении Воображении Чекистов Да Я прошу прощения Просто Вы опять Про чекистов Вспомнили Я поняла Что апофеоз науки Все-таки Настал В России Потому что Когда появились фотографии Новых губернаторов Я поняла Что в России Давно освоено Клонирование Мы видим Мы видим Портреты Голеба Никитина Дмитрия Азарова Что Нижегородский Губернатор Что Самарский Там еще пару человек Предъявляли Все на одно лицо Что это значит Александр Глебович А это вот Меня теща Замечательно Всегда формулировала Ей всегда Очень нравился Путин Потому что Как она говорила Он чистенький И спортивный И вот здесь Требование Требование К губернатору Чтобы он был Чистенький И спортивный Но желательно В отличие от Владимира Владимировича Который не глупый человек Желательно Чтобы на члене Присутствовало бы Ни одной мысли Заточки Выведен как бы Да Выведен как бы Предельно дремучий Губернатор в Орле Мы знаем Что есть еще Набор Как бы Исключительных Идиотов К этому надо стремиться Неизвестно Получится ли так Во всех регионах Но понятно Что губернатор Лишними мыслями Обременен Быть не должен Как говорила Еще любимая Вами Русская классика А теперь давайте Про каннибалов Да Секунду Вот просто То есть По этому принципу Именно сейчас Меняют губернаторов По глупее ставят Я думаю Что конечно В принципе А кому нужны Умные люди На государственных постах Нет А в Петербурге Тогда глупее Полтавченко Никого не найти У Полтавченко Исключительного Я бы сказал Благородства И ума человека Говорю вам Как человек Который его неплохо знает И который относится К нему С огромным уважением То есть его тоже заменят Давайте мы все таки Вот Каннибалам С темы чиновников Перейдем к другим Каннибалам Потому что У нас Да Потому что у нас Наконец Вот Прозвучал Каннибализм В Краснодарском крае Да А я специалист по Каннибалам Вы ели Нет Я не ел Я снимал Я был первым человеком В Советском Союзе Который получил Живой доступ К живому каннибалу Это был такой Эдичка Который был воспет Мною В знаменитом Репортаже Повар Который начинался С веселой Циничной Шуточки Выпили двое А закусил один Это действительно Тогда великолепно Характеризовало Всю ситуацию Когда Эдик варил Супы Из своих Приятелей Алкоголиков Делал Закатывал Консервы Но Вот эти Каннибалы Которые в Краснодаре Они конечно же Будут сейчас Необыкновенно Распиарены Хотя Понятно Что Ничего Такого Чрезвычайного Да В этом нет Просто надо понимать Что Много миллионов лет Своя история Хомот Пока он был Просто животным Пока он не социализировался Пока не произошла Неолитическая революция И он не сбился В крупные стаи Уже способные Приручать животных К земледелию Он был падальщиком И каннибалом Преимущественно Просто потому что И старики И больные И раненые И дети Являлись Очень легкой добычей Гораздо более легкой Чем Птицы И даже Многие Многие Виды насекомых Понятно что человек Сформировался В свое время Как каннибал Ну о чем мы вообще Говорим Мы с вами находимся В Петербурге Его прошлое Старая фамилия Ленинград Да Он в такой же степени Может быть назван И город-герой И город-каннибал Да Потому что Количество сожранных В блокаду Граждан Очень велико И вы можете получить Все подтверждения В соответствующей Литературе Которая довольно подробно И точно описывает Те бедствия Которые происходили Здесь в блокаду Хотя Вы знаете Наверное нет ни единого Города в мире Крупного города С каким-то прошлым В котором бы Кого-нибудь Увлеченно бы не жрали Давайте вспомним Там Уосифа Флавия Иудейскую войну Там не просто Жрали друг друга Бедные евреи Во время осады Иерусалима Римлянами Но еще Там например Если они встречали Кормящую мать Которая где-то уцелела Случайно То грабители И насильники Бросались Не совершать с ней Половой акт А из груди И ее высасывали молоко Согласно Заявлению Иосифа Флавия А потом уже Жарили ее Младенцев И ее саму Александр Григорьевич Простите Но здесь же есть Здесь еще есть разница Это не Не люди Находящиеся В осаде Это люди Живущие В общежитии Там Семейного типа Там Имеющие какую-то работу Дама работала Медсестру Если я не ошибаюсь Они Мобильный телефон На который Снимали Они рванули Назад к корням Они не были Вынуждены Добывать себе Еду Вы знаете Их мотивация Для меня Загадка То есть я Например Понимаю Вот мы Когда говорим О том Что там Вроде бы У современного Человека Должны стоять Какие-то Мощные Предохранители Этического Типа Которые Предохраняют Его от Использования Тела другого Человека В пищу То есть там Он не может Раскошматить череп Чтобы добыть Мозг И сожрать его Он не может Обрезать щеки Но как выясняется Все эти Этические Предохранители Весьма и весьма условны Мы можем Отослаться К известной И очень широко Известной Истории Рейса 571 Помните Да Это Вандах Потерпел Крушение Самолет Со сборной По По моему Бейсболу То ли Уругвая То ли Парагвая Или по Регби И вот Там Люди Оказавшиеся В условиях Голода И в условиях Необходимости Выживания Без всяких Проблем Без всяких Проблем Раскалывали Черепа Срезали мясо Срезали щеки И не с кого Нибудь А с тел Своих погибших Друзей И родственников Потому что Этот самолет Был Укомплектован И сборной И тренерами И родственниками Этих То ли Рыгбистов То ли Футболистов Там погибло 29 человек И Все эти Погибшие Были в разной Степени Съедены Оставшимися В живых Я не про то Говорю А говорю Исключительно Про то Что Уцелевшие И в конце концов Спасенные люди Они не только Не утратили Вот как бы Психического здоровья Под влиянием Этой ситуации Они сейчас Если вы Посмотрите И в биографии Они занимаются Политикой Рекламой И пропагандой Угадайте Донорство Внутренних органов О господи Александр Глебович Здесь мы делаем Паузу Очень нетрудно Убедиться Здесь мы делаем Паузу Невзоровские среды Продолжатся После новостей Субтитры Смотрите его ответы Вам говорил Не волнуйтесь Я все объясню Объясняю По пятницам С 9 до 10 Каждое воскресенье После 23 часов Слушайте программу Ольги Журавлевой Одно С 23 до часа ночи Эхо Москвы Мы с вами Невзоровские среды 21.35 Продолжаются Невзоровские среды Ольга Журавлева Из Москвы Из Петербурга Александр Невзоров И Арсений Веснин Джентльмены Вы с нами Да Мы вот тут Просто Арсений Еще ряд вопросов По этим каннибалам Он никак не может Расстаться с этой темой Но я думаю Что я отвечу Может быть Может быть Ими руководили Какие-то совсем другие Побуждения Может быть Они вняли Вняли призывом Питаться Как бы без ГМО И консервантов То есть это просто Здоровый образ жизни Да Просто захотели для себя Вот такого варианта А может быть Они предчувствовали Что сейчас Минздрав Роспотребнадзор Ведет запрет На колбасу Или по крайней мере На колбасу В таких количествах И объявят Значит И колбасу И тот сыр Которым значит Пытают Бедное население Объявят Вредным продуктом Может быть В этом Как бы было Нечто пророческое Но зато Вы знаете Страна ликует Потому что Вернули людям Фуфнырики Вот теперь Снова Можно Боярку что ли Количество Да Фуфныриков В одни руки Получать И радоваться При этом Жизне Я хотел Коснуться Того Что Дикий скандал В стане Оппозиции И Вдруг Навальный Начал Делить шкуру Неубитого президента Причем С кем Делить шкуру С Ксенией Собчак Которая Вообще Ни слова Об этом Нигде Не сказала Сама По себе Навальный Набросился Крайне Некрасиво И неумно Он только Почуял Где-то Вдалеке Легкий Намех Унюхал Соперницу Которую Как ему Показалось И потерял Всякие Ориентиры Приличия И вцепился В бедную Ксюшу Ксюша Оказалась Раз в 500 умней Что в общем Оказалось Нетрудно При Диктаторских Наклонностях И вождизме Навального То есть Мы с этим Согласны Нет Безусловно Согласен Потому что Мы видим Истеризм Мы видим Нетерпимость К Любой Попытке Занять Это Гипотетическое Пока Для всех Них Место Поскольку Совершенно Непонятно Пустят ли Вообще Их на этот День рождения И дадут ли Им эти ложки Чтобы они Хотя бы Попробовали Этот торт Пока их Насколько я понимаю Никто не пускает Но кстати говоря Примерно такая же Конфузия Как и в Стане оппозиции В шоу-бизнесе Там прелестная история Очень колбасит Шоу-бизнес Потому что Бедный Значит Даня Борисова И который Ну вот как-то Невыносимо В одиночку Носить на себе Клеймо Подлеченной Наркоманки Она тут же Решила Всему миру Сообщить Что оказывается В таком же качестве Пребывает Практически Весь шоу-бизнес И сдает Теперь всех А она Дама очень Телеустремленная Вот сейчас Она сдала Волочкову Мы не знаем На самом деле Есть ли Какая-то Реалистическая основа Под этими Утверждениями Борисовой Но вот Теперь вся страна Гадает Алкоголичка Волочкова Или нет Да какая разница Александр Глебович Нет Раньше было Раньше было Гораздо интереснее Раньше Интересы к Волочковой Были возвышенными Потому что Она Понятно было Что это Как бы Вот в исполнении Волочковой Что бы она ни делала Это было всегда Не балетом А таким Танковым Биатлоном А наблюдать Фуэте В исполнении Т-80 Оно само по себе Зрелище Завораживающее Но вот Теперь все эти Возвышенные Балетные мотивы Сменились На Рассуждения Об алкоголизме Не алкоголизме И вот Я боюсь Что Вообще Теперь Весь шоу-бизнес В драме В трагедии И постепенно Он будет Приспускать Флаги и трусы Я прошу прощения А как же шнур? Я тут Извините А шнур Он вообще Стоит абсолютно Особняком Абсолютно Отдельно Его тут Клеймят Позором За то Что он Провоцирует Пьянство Своими Произведениями Великой Нет Его клеймят Позором За то Что Пьяные люди Совершают Какие-то Преступления Как будто бы Кто-то Кто-то Обязывает Совершать Преступления Только в трезвом виде А почему Собственно говоря Не посовершать их В пьяном Как я понимаю Гораздо Легче Удобнее И комфортнее К тому же Как вы знаете Что Различного рода Призывы К чему-нибудь Положительному В писенном Исполнении Да Вот мы помним Как долго Вся страна Тщательно Пела Боже Царя Храни Закончилось Это В подвале Ипатерского дома Вполне Естественным образом Потом она Декларировала Слова Союз Нерушимый Республик Свободных Сплотила Навеки Великая Русь Восемь слов Пять Пять Враньев Заключенные Всего В восьми Слова Чем это Закончилось Мы тоже знаем Поэтому Пусть они От шнура Отстанут У нас Очень смешно Что То есть Россия Священная Наша Держава Тоже Я подозреваю Что Вы знаете Просто Поскольку Здесь Мы Находимся В тисках Статьи Уголовного Кодекса Поэтому Давайте Мы просто Так Посмотрим Друг на друга С Значением Взглядом Да И не будем Этой темы Особо касаться Мы же Как бы Умеем Ходить Между каплями Дождя И давайте Не будем Терять Эту способность Господа Да Давайте Мы сейчас Перейдем К поповедению Послушайте Я прошу прощения Давайте Перейдем К поповедению Да Александр Глебович Мы просто Прежде чем Перейдем К поповедению У вас Потерялась Еще одна тема Связанная С Навальным Вот буквально Сейчас Вот вы Находитесь В городе Которому Навальный Предъявил Ультиматум Говорит Что Если Администрация Снова Незаконно Откажет То Просто Приезжает И проводит Свою встречу На дворцовой площади После нее Мирное шествие Призывает Всех петербуржцев Присоединиться Александр Глебович Вы бы Пошли на Неразрешенный Митинг Навального Чтобы посмотреть В подзорную трубу Я вообще Даром Никуда не хожу Тем более На митинги А понаблюдать Понаблюдать Я подозреваю Что сейчас До такой степени Развитые Коммуникативные Всякие средства Которые дадут Мне возможность Увидеть А из окна Эрмитажа Чего? Из окна Эрмитажа Из окна Эрмитажа Ну как бы так Уже красиво же Грустно Сморкаясь Вполне возможно Но только Я думаю Что я как бы Откажу себе В этом удовольствии А о том Что будет Из этой Инициативы Навального Мы Посмотрим Когда это все Либо совершится Либо не Свершится Просто не будем Забегать вперед Это срочный кусок Который мы Сможем Обсудить В следующую Среднюю То есть шанса Увидеть Невзорова В автозаке У нас нет Нет В автозаке В России У вас есть паспорт Да Там написано Что там написано Слово Россия Это в переводе Означает Что обладатель Этого паспорта Любой Может оказаться В автозаке В любую минуту Никто от этого Не застрахован И никогда Не гарантирован Что этого не будет Никто не может сказать Но вот конкретно С этим мероприятием У меня нет Ничего общего Я уже Многократно говорил Что я Не участник Этих событий Я наблюдатель Хотя Я понимаю Что и своими словами Я тоже Каким-то образом Воздействую На эту систему Но Вы знаете Вот как В квантовой физике Да Вот Чем меньше Мы возмущаем Систему Измерениями Да Тем меньше Мы узнаем О ней Поэтому Иногда Приходится Возмущать Ее измерениями Довольно Ощутимо А теперь Давайте займемся По поведениям Потому что Интересно Потому что У нас Пойман Глава Этого Христианского Государства И как я понимаю Заточен В кутузку Александр Калинин Да Калинин Которого Все обвиняют В том Что вот у него Дурное Прошлое Что какой-то Он там Убийца И какой-то Он там Насильник Он же сам Умер И вернулся У него же была Клиническая смерть Но я не думаю Что это в какой-то Степени должно Компрометировать Этого милейшего Человека Я за него Как и за Покловскую Тоже хочу Заступиться И хочу Сказать Что Вот все Эти люди Которые Сейчас Вынесены Гребно Гребнем Этой Матильдовской Волны В зону Такого Пристального Яростного Общественного Внимания Это и есть Те немногие Настоящие Христиане Которые И существуют В России Потому что Именно они Ведут себя Так Как им Предписывает Их Религия Вот все Остальные Они Судя по всему Просто Разговоры Разговаривают И просто Это все Милый Интеллектуальный Трёп А вот И Калинин И Поклонская И вот Все Прочие Да Они В реальности Являются Христианами Такими Как Христиане Должны Быть Мы помним И видели Что Убрали Например Чаплина С его Кровососничением Вечным Да Ну вот У меня Как-то Впечатление Что Когда Кремль И когда Чиновничество Напарывается На каких-то Реальных Христиан Они Стремятся Их убрать Куда Подальше Потому что Вот это Кровопивство Вот этот Дикий Экстремизм И эти Призывы Разрывать Сажать Наколы Поджигать Кинотеатры Это всего Навсего Нормальное Православное Христианское Как оно Должно Быть Если Следовать Всем Правилам Вселенских Соборов Если Следовать Священному Преданию Священному Писанию Вот так Они должны Себя Вести Просто Интеллигенция Напридумывала Себе Какую-то Там Вот эту Сказочную Добренькую Церковь Заснула Видела Сны А когда Проснулась Выснула Что Реальные Попы Пока Они Спали У них Уже Все Вытащили Включая Исаакиевский Собор Александр Почему Вы Отказываете В этом По вашему Это заблуждение Это Глубочайшая Ваша Друг Муарси Не заблуждение Дело в том Что Они обязаны Не развиваться Они обязаны Хранить Безупречную Верность Своим Первоначальным Догматам И канонам Своим Правилам Любое развитие Любое развитие Для них Это Ересь И отступление Поэтому Церковь Абсолютно Мертвая Непригодная Неспособная И более того Не имеющая Права Развиваться Организация Кстати говоря Александр Глебович С вами соглашусь Потому что Я вспоминаю Как у меня Была беседа По телефону По какой-то Новости Комментариям Как раз С отцом Севолодом Чаплиным И он мне Про милосердие Сказал Буквально Вот это Это ваши Интеллигентские Выдумки Конечно Он и есть Чаплин Поклонская Калинин Это и есть Реальные Верующие Реальные Православные Просто Произошла Подмена Понятия Этих Реальных Верующих Называют Фанатиками Экстремистами А они На самом Деле И олицетворяют Сегодня Христианство В России Потому что Если вы вспомните Во времена Пожара Хромой лошади Реально В какой-то Семинарии Преподаватель Откровенно Говорил Что хорошо Бы еще Штук Двадцать Таких Пожаров Таких Хромах Хромых Лошадей Для того Чтобы Эта страна Наконец Пришла К покаянию Но что Станет у нас Россия Исконно Православной Она не будет Исконно Православной Потому что Мы вот Видим Например Бубонная Чума Хотя Никакой Сыворотки Никакой Вакцины Против нее Не было Изобретено Она ушла Сама Собой И Ушла Просто Под воздействием Под влияние Тех условий Которые Сложились В обществе И Исключили Скажем так Присутствие Этого Нет У всех остальных Это В основном Прикидывание И Кокетство И Пустые Разговоры А вот Тех Кто Является В реальности Верующим Да Вы на них Можете Полюбоваться Посмотрев На Калинину И на Поклонскую Которая беседует Сейчас С Николаем Вторым И проводит С ним Какие-то Секретные Совещения По Посвященному Ему Глупейшему Глупейшей Спермодраме Под названием Матита Но вообще Вы когда Говорите О христианстве Обязаны Понимать Что именно Христианство Сделало Это была Первая Религия Которая Пытки Сделала Официальным Дозволенным Инструментом Применительным К человеку Имейте Ввиду Инквизиционную Практику Я имею ввиду Не только Инквизиционную Практику Я имею ввиду Всю Историю Христианства Которая Вся В общем В той или иной Степени Замешана Именно На применение Пыток Когда говорят Что в России Этого не было Это огромная Неправда Потому что Были гонения Были Преследования Были Пытки Они были В меньших Масштабах Просто По одной Причине В России Было гораздо Меньше Тех людей Которые Называются Еретиками Дело в том Что чтобы Стать Еретиком Надо прочесть Хотя бы Две книжки А в России Это было Невозможно Потому что Ничего Кроме Богослужебной Литературы И жития святых В России Не переписывалось И не печаталось У нас хоть раскол был Александр Глебович Раскол У нас был раскол Опять таки Из-за того Что кто-то Решил Отступить От Догматических От догматических Правил При том Что если мы будем Правильно Рассматривать Практику раскола То раскольниками Как раз является Не Княнская церковь А совсем даже Не старообрядческая Но тем не менее Людей жгли Жгли Убивали И пытали Но это Частный случай Надо просто понимать Что именно Христианство Имеет Ту историю Церкви При которой Пытки Являются Абсолютно Нормативным И более того Приветствующимся Делом А вот мат Как К нему Относится Христианство Я к мату Как христианство Христианство Ко всему Здравому Относится Очень плохо Мат Чудесная вещь И человек Который Посягает На мат Он конечно Посягает На богатство Нашего языка Потому что Мы знаем Что вот например Там есть Для выражения Восторга Есть понятие Офигительно Это всего лишь Одна степень Восторга А дальше Следует Еще одно Слово Употребить Которое Мы в эфире Не можем Грубо говоря Опенесительно Которое Выражает Еще более Подлинную Высоту Восторга И лишает Человека Возможности Вот так Восхищаться Миром И маркировать Волшебные Понятия Которые Порой Нас окружают Это конечно Предельно Жестоко И глупо Я просто Вот например У меня беда Я не очень умею ругаться матом Но я с восхищением наблюдаю Когда этот мат исполняется Талантливо Красиво И мощно А то что там Роскомнадзор Пытается сейчас Бороться с матом В интернете Ну я думаю что На могиле Роскомнадзора Тоже напишут слово Из трех букв Потому что Другого исхода Извините Не предполагательно Вообще это покушение На реальные скрепы И это Попытка Обеднения Языка И его Грабеж Вот например Станет невозможно Рассказать Ни о красоте мира Ни даже О мудрости президента А то что Роскомнадзор Я прошу прощения Да Арсений Да Да То что Роскомнадзор С фейсбуком Хочет бороться Ну он Понятное дело Им надо Оправдывать Свои Очень большие Оклады Понятно что Вот развелось Огромное количество Инстанций Которые все Хотят Функционировать Поэтому То дикое количество Глупости Которые Может быть Сделано В России Скорее всего Будет сделано И это мы видим На примере И истории С фейсбуком И на примере Попытки запретить МАТ И на примере Попытки запретить Колбасу С кошмарным Правда С сыром Но тем не менее Мы видим Постоянно Возникающие Инициативы Но вот есть Надежда Что И Роскомнадзор Тоже подключит К искусственному Интеллекту И они тоже Начнут говорить Про то что Знаете Нам нужна Ваша одежда И мотоцикл И никаких Других фраз В их лексиконе Больше не останется Потому что Пока Искусственный интеллект Ничего другого Еще не породил Напомнится Тот искусственный интеллект Который требовал Мотоцикл И одежду Он в общем получал Когда требовал Да И он мир спасал Между прочим Пока Роскомнадзор Тоже может получить Хотя Требует От вас Например Арсений Одежду И мотоцикл В звуалированных Формах Понятно что Все у вас Вытянут Через те копеечки Которые будут С вас вытягиваться За счет Увеличения тарифов Необходимости Метаться Между Мессенджерами Да Это же Все понятно А вот кстати Прометание между Мессенджерами Вот опять там Дуров рассказывает О требовании ФСБ Предоставить доступ К переписке пользователей Телеграм Нам тут все время Говорят что надо Там все данные Выкладывать Чего они хотят добиться Александр Глебович Да я уже говорил Я уже говорил По этому поводу Что если Дуров не может Что если ФСБ Не может взловать Телеграм То нужно запрещать ФСБ А не Телеграм Да это же понятно И что это в общем Такая Будет одна из самых Позорных Страниц в истории КГБ ЦРУ вроде тоже не может ЦРУ тоже не может Ну так помилуйте Все таки Должен быть И есть Реальный интеллект Не искусственный Не придуманный Не фейковый А тот интеллект Который создает Все эти вещи Чисто Сегодняшний Технологический Блестящий интеллект Плюс как бы Мы видим еще У Дурова Такую странную вещь Как принципиальность Позицию Который полагает Что да Действительно Тайна переписки Должна являться Тайна переписки Понятно что Он очень далек От Сегодняшней идеологии От сегодняшних Бредней Российских Да При том что Бредни как всегда Они ведь Цветут пышным цветом Да Вот вы знаете Возник какой-то Архивариус Слышали эту Волшебную историю Возник Архивариус Который Предложил Восстановить По чертежам Дом Ипатьева Да Вместе с подвалом Да Но потом остается Клонировать царя Ну а потом говорит Тем больше в клонировании У нас большие успехи Можем повторить Да Можем повторить Поэтому Потом Ленин Восстает И так далее И так далее То есть мы то будем Жить вот в мире Этого маразма А мир будет Развиваться В том направлении В котором Единственно Возможно Развиваться Вот кстати Про развитие мира Путин сегодня Объявил Что вот Сегодняшний день Это историческое событие Что уничтожено В России Все химическое оружие Вообще Которое у нас Существовало Причем я С тревогой Прочла С тревогой Прочла Чтобы запас Ликвидировали Под надзором Президента Путина Без Путина Ничего нельзя Ликвидировать Я просто боюсь Даже за его здоровье Скажите Александр Глебович Миру мир Уничтожение Химического оружия Это же хорошо Развинчено Вот правда Был изумительный способ Ликвидации Химического оружия Это В подземных Ядерных взрывах Когда Можно было Действительно Под эту Добавление Химического оружия В эти подземные Ядерные взрывы Сильно Грязнило Картинку Исследовательскую Картинку Тех людей Которые Изучали Изучали Воздействие Ядерных Ударов На Земную корову На Различные Виды грунтов Но тем не менее Это было Прекрасным Тогда способом Но Надо понимать Что все равно Это хорошее Высказывание Если сравнивать Высказывание Владимира Владимировича С Репликами Того же Николая Кровавого Или С Глупостями Которыми Обычно Разражалось Какое-нибудь Венциносное Хамло Типа там Петра Третьего Или Александра Второго Помните Это безобразие Когда он Пообещал В Париж Прислать Миллион Зрителей В серых шинирах Чтобы они Воспрепятствовали Демонстрацию Какой-то там Опередки Где был Плохо выведен Или недостаточно Почтительно выведен Павел Кстати Владимир Владимирович Раз мы начали С искусственного интеллекта Он же тоже Про искусственный интеллект Сказал Что будущее Так Володин Я прошу прощения Тут цитата Нормативно-правовое Регулирование Робототехники Позволило бы Эффективно решить Поставленные президентом Задачи По развитию Цифровой экономики Это все Ради него Весь искусственный интеллект Ради него Но не Поймите Владимир Владимирович Он не обязан В этих вещах Разбираться А судя по тому Как В общем В какие порой Лужи он садится Советник У него Весьма и весьма Хреновый Хотя Чего стоит Один этот Разговор Про Одиссея Который отправился За Золотым руном Прямо вот Из Крымской гавани Поэтому тут Владимир Владимирович Подвели Подвели Да И ввели В заблуждение Ну хорошо Александр Глебович Мы Сегодня Я надеюсь Никого в заблуждение Не ввели Все что Можно было Упомянули Я только Хотела вас спросить В следующий раз Вы еще С нами Правильно Вы еще не уезжаете Я с вами И через следующий раз Нет Я с вами И я Очень как бы Очень рад Всегда По средам Присутствовать В эфире Эхо Москвы Александр Невзоров Арсений Веснин Ольга Журавлева Всем спасибо Всего доброго Невзоровские среды Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok